Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. 12 июня в День России в Анапе прошел праздник. Курортный сезон в Анапе открыт. На главной сценической площадке города анапчан и гостей курорта поздравили звезды российской эстрады. Кулинарные конкурсы и фестиваль черноморской барабули на улице Горького в день открытия сезона на каждом шагу свой праздник. Киношок презентовал творческую программу 14 июня в Анапе. Конкурс «Открыт» фестиваль стартовал. В рамках проекта «Киномалышок» в здравницах Анапы покажут кино детям. Поющие и разноцветные – в подарок городу открытие нового фонтанного комплекса на площади у здания администрации. В череду праздничных событий в Анапе открыли концертные программы, посвященные Дню России. 12 июня на новой сценической площадке «Ракушка» у киноконцертного зала «Победа» перед жителями и гостями курорта выступили вокальные инструментальные ансамбли города-курорта. Праздничный концерт продолжался более трех часов. На недавно открытой сцене «Ракушка» выступили творческие коллективы Анапы и юные артисты. Концертную программу, посвященную Дню России, открыл юношеский хор «Аквамари» детской школы искусств номер 2 с песней «Симфония России». Композиции, звучавшие в этот вечер, поднимали патриотические духи настроения у анапчан и гостей курорта. В этом году же построили эту площадку, да? Да, ну вообще прекрасно все. Чувствуется, что город живет каждым днем, а сегодня вообще праздник. То есть видно, что администрация старается, и мы это видим и чувствуем, в общем, мы ощущаем праздник. Он обязательно нужен, чтобы наши дети, наши внуки знали, что такое Россия, что такое государство, что такой праздник существует. Я, например, довольна, что и внуки, и дети, что мы россияне. Также на сцене выступил ансамбль казачьей песни «Соловейка», коллектива «Акварель», «Звонница», «Друзья», «Гармония Орфея», участники клуба «Дорога добра» и многие другие. Зажигательные песни и танцы превратили улицу Горького в настоящий флешмоб. 14 июня, в день открытия сезона, на сценической площадке у киноконцертного зала «Победа» для жителей и гостей курорта состоялся праздник Черноморской барабули. Творческие коллективы Анапы подготовили развлекательную программу для многочисленных зрителей. На площади уличный фестиваль «Чудо своими руками». Мастера-умельцы представили свои работы, поделки. Организаторы акцентировали внимание на знаменитой черноморской барабульке – рыбке, которую любой гость города хочет попробовать, приезжая в Анапу. Именно она стала главным лакомством на празднике Черноморской барабули. Анапчане и гости курорта смогли оценить не только вкус местного деликатеса, но и стать обладателем лотерейного билета за активное участие в конкурсных интерактивных программах. Я не местный, я из Кузбасса. Мы с женой приехали. Попробовали барабульку, а сейчас об ней узнают. Молодежь ваша вообще талантная. Я все равно смотрю на площади, до ваших детей, я в восторге. Итак, вот вам сочет. Давайте разбираем. Кто успел, тот взял, как говорится. Я просто в восторге. Настолько много наша администрация делает для праздника, для отдыхающих, для местных жителей. Большое им спасибо за это. Мы просто отходим и наслаждаемся от одного места представления к другому. По традиции к рыбке пиво. Самые любознательные гости праздника ответили на вопрос о напитке и получили в подарок кружку живого холодного пива. В конкурсе найти и выловить золотую рыбку желающих участвовать было много. Все потрудились вылавливая рыбок, но удача найти именно золотую улыбнулась Настя Иванова из Екатеринбурга. Я просто бежала и просто ловила, думала, найду и нашла. Я очень хотела найти. Мне понравилось участвовать в конкурсе, это интересно. Вечером все обладатели лотерейных билетов приняли участие в розыгрыше ценных призов. Анапа признана идеальным местом для детского и семейного отдыха. И в день открытия сезона наши гости смогли еще раз в этом убедиться. 14 июня с участием детей и их родителей была организована масса мероприятий. Конкурсы, мини-концерты, интерактивные игры и музыкальные фестивали проходили на всех площадках города. На театральной площади стартовал праздник лета «Солнечная планета детства». Свыше двух тысяч ребятишек представляли лучшие творческие коллективы Анапы и других городов. Маленькие гости нашего курорта из таких здравниц, как «Маяк», «Кубанская Нива», «Премьера», «Вита», «Смена», «Восход» и других стали участниками торжества. Под аккомпанемент популярных детских песенок в ярких костюмах мальчишки и девчонки пели, танцевали и радовались тому, что они в Анапе. По театральной площади вдоль по улице Горького были накрыты столы. 13 предприятий общепиты, из них 5 здравниц, приняли участие в фестивале мастеров кулинарного искусства. Гостеприимные хозяева зазывали проголодавшихся прохожих. Самые вкусные блины у нас с земкой. Самые вкусные блины у нас с икрой красной. Можно предложить вам на съездки. Первое место в конкурсе кулинаров занял Анапский колледж сферы услуг. Второе – санаторий «Голубая волна». И третье – частный предприниматель Грета Айрапетян. На набережной прошла презентация открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок-2014». Фестиваль проходит в Анапе с 1992 года. И впервые за 22-летнюю историю «Киношок» представили летом, в день открытия сезона. Один из самых знаменитых кинофестивалей России презентовали на специально сконструированной площадке Археологического музея Горгипи. О новинках кинофорума в этом году рассказала генеральный директор фестиваля Ирина Шевчук. Я счастлива, что смогла найти время, у меня сейчас очень много работы, съемки, приехать на открытие сезона города-курорта Анапа уже такого родного города. Мы в этом году немножечко наш фестиваль приближаем к городу. Вот на этой набережной будут гулять наши знаменитые артисты. В этих санаториях, гостиницах они будут селиться. В сентябре зрители увидят картины российских режиссеров и из стран бывшего Советского Союза. Особое место в кинофестивале занимает детское кино. Гимн детского кинофорума исполнил заслуженный артист России, поэт и композитор Григорий Гладков. И поздравил жителей и гостей курорта с открытием курортного и киносезона. Кино-кино-манушок, заигражный на зубок. Это очень интересно, это очень хорошо. Творческие коллективы Анапы порадовали зрителей художественными номерами. Под песни и зажигательные кавказские танцы жители и гости курорта пританцовывали и подпевали. Открытый фестиваль стран СНГ и Балтии пройдет в Анапе с 21 по 30 сентября. И во время презентации киношока параллельно на новой концертной площадке города в музыкальной ракушке перед зрителями выступили вокально-инструментальные ансамбли из Анапы и сельских округов. Многие анапчане специально пришли послушать долгожданное выступление вокально-инструментального ансамбля «Роса». Музыканты играли, а зрители подпевали каждой песне. И в продолжение темы. 14 июня в киноцентре «Монитор» на Красной площади состоялось торжественное открытие фестиваля детского кино «Кино-малышок». Мероприятие приурочили к старту курортного сезона в Анапе, чтобы наши юные гости со всей России, а также жители города-курорта смогли увидеть лучшие образцы детского кино на большом экране. В этом году фестиваль пройдет в новом формате. Организаторы решили показать доброе детское кино широкой аудитории детей. Летом к морю съезжаются много ребят со всей России. И «Кино-малышок» будет показывать им художественные мультфильмы, специально отобранные жюри. Будут фильмы, артисты, хорошее настроение, мороженое, эскалатор. И тетя Таня Атрашевич, так зовут, добрую фею этого кинотеатра. Открыл кинофестиваль фильм «Тимур и его команда» режиссера Натальи Галуза. Проект создавали кинематографисты Беларуси, России и Украины. Картина рассказывает о приключениях городских детей в деревне. Десятилетний Тимур, приехав на лето к дедушке Корнея, находит сырая книгу «Тимур и его команда», прочитав которую, решает создать свою команду для помощи тем, кто в этом нуждается. Бесплатные показы фестивальных фильмов будут проводиться в кинотеатрах Анапы, клубах, детских здравницах, домах культуры и кинотеатрах городов Краснодарского края. Кроме этого, в программу фестиваля войдут лучшие анимационные фильмы России. Всего примут участие 30 полнометражных работ. Киномалышок продолжит свою работу до 21 сентября и завершится традиционными конкурсными показами лучших детских фильмов. 14 июня Анапа удивляла своих гостей в течение всего дня. Тысячи зрителей были поражены масштабом и красками грандиозного вечернего шоу «Анапа. Море, лето, музыки и света». Прошло оно на театральной площади. Анапа фестивальная, Анапа – город детства. Город молодежный, город высоких спортивных достижений, город любви. В Анапе мечты становятся реальностью. Самый солнечный город России встретил курортный сезон блестяще. Миллиардом ярких огней и богатой историей. Историю курортной Анапы показали в каждом номере творческих коллективов. Даже анапчане, знающие масштабы концертной программы, день открытия сезона каждый год проходит с размахом. В этом году нашли чему удивиться и восхититься. С главной площадки всех собравшихся зрителей, а их были тысячи, приветствовал глава города Сергей Сергеев и почетные гости. Конечно же мы готовились к этому дню, готовились все. Делали все, чтобы сегодняшний день был ярким входом в высокий сезон. Хочу выразить искреннюю благодарность губернатору Краснодарского края Александру Николаевичу Ткачуову. Искреннюю благодарность людям, которые вкладывают душу в наш город. И хочу сказать, что анапчане никогда, подчеркиваю, никогда не подведут Кубань, Россию. Мы были и остаемся гостеприимными людьми. Я поздравляю вас с этим праздником. Хочу пожелать анапчанам удачного курортного сезона, а нашим гостям пожелать хорошего, замечательного отдыха. Курортный сезон 2014 года объявляю открытым. Позвольте мне от депутатов Государственной Думы, от Государственной Думы Российской Федерации в целом поблагодарить руководство края, руководство города Анапы, все службы, все службы за великолепную подготовку и начало санаторного курортного лечения. Анапа, без привлечения, один из самых дорогих бриллиантов в короне российского санаторно-курортного лечения и движения. Друзья, дорогие коллеги, еще раз от всех, кто здесь присутствует на сцене, от имени губернатора края, я всех вас поздравляю. Желаю всем прекрасного настроения, хорошего отдыха и отличного курорта. Пусть здравствует и процветает город-курорт Анапа. Самое яркое в России – солнце любит Анапу и гостит на курорте 281 день в году. Ясные дни в Анапе прославил народный артист России Олег Газманов. В программе «Самые курортные песни. Я по жизни загулял, танцуй пока молодой». Морячка, зрители тепло встретили победителей телепроекта «Битва хоров» в хор Кубани и вместе с артистами пели любимые песни. Концерт продолжил певец и шоумен Тимур Родригес. Отметил, что открытие сезона Анапе ждал вместе со всеми жителями России. Концертная часть завершилась грандиозным фейерверком. Ярким завершающим штрихом к старту курортного сезона в Анапе стало открытие уникального светомузыкального фонтанного комплекса. Аналогов нет ни в одном городе России. Строительство комплекса из пяти поющих фонтанов в самом центре курортной Анапы инициировал глава города Сергей Сергеев. Воплотил идею в жизнь коллектив специалистов компании «Фонтанград», создавший более 40 гидротехнических сооружений в России и странах СНГ. Комплекс в Анапе – настоящее чудо техники и творческого замысла. Он состоит из пяти поющих фонтанов общей площадью 90 метров. Главный фонтан – 23 метра в диаметре, а четыре водные чаши по 6 метров каждая. Неповторимый водный узор создают 300 специальных насадок и 320 светильников. Тысячи зрителей стали свидетелями открытия уникального фонтанного комплекса. Под классические всеми любимые современные мелодии родилась самая настоящая феерия воды и света. Лазерное шоу добавило объема восхитительному представлению, которое наверняка надолго запомнится анапчанам и гостям курорта. Лучи лазера спроецировали парящую в небе птицу и резвящихся рыб, а затем в небе на водных строях написали «Анапа-2014», знаменуя грандиозный финал открытия сезона в Анапе, которое этим летом ждет гостей обновленной и сказочно красивой. Праздник спортивный. И еще один запоминающийся момент минувшей субботы. 14 июня на стадионе «Спартак» состоялся очередной матч высшей лиги чемпионата Кубани. Футбольный клуб «Анапа» встретился с нынешним лидером турнирной таблицы краснодарской команды «ГНС «Спартак». За наших футболистов болел глава города-курорта и президент футбольного клуба «Анапа» Сергей Сергеев. На матче присутствовали почетные гости. Вице-губернатор, президент клуба «ГНС «Спартак» Иван Перонко, депутат Госдумы Российской Федерации Николай Харитонов. Праздничное настроение болельщикам и игрокам создавали творческие коллективы и спортсмены «Анапы» и гости из «Азова» – театр танца «Надежда». В результате напряженного матча игра завершилась в ничью со счетом 0-0. Ближайший матч чемпионата Кубани состоится в субботу 28 июня. В 19.00 на стадионе «Спартак» команда «Анапа» встретится с командой «Краснодар-3». Приходите поддержать наших футболистов. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 17 июня в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 24-26, ночью до 19 градусов тепла. Ветер переменный северо-западного и северо-восточного направления – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 21 градус. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333.